В Малаховке уже вторую неделю затапливают многоквартирные дома. Из-за повреждения кровель пострадало несколько пятиэтажек на Быковском шоссе. Руководство управляющей компании игнорирует обращение жителей. В дело вмешался наш корреспондент. Тут всё было в воде. И шкафы эти, всё плавало. На кухне Надежды Бахтиной следы от недавнего подтопления. Набухшие от воды мебели, расклеенные обои и плесень на потолке. Всё началось 20 января. Тогда жительница дома 53 на Быковском шоссе заметила несколько мелких капель. Через три дня ситуация стала критической. Я уже тут воду качала совком и тряпкой, чем-то уже всё. Просто вот вода, плита вся была залита, даже готовить я не могла. Я просто боялась включать газ. Хорошо печка есть. На печке всё разогревало. В соседнем подъезде в квартире на пятом этаже картина ещё хуже. Пострадал коридор, спальня и частично кухня. Несмотря на то, что сейчас с крыши не течёт, убирать тазики хозяйка не спешит. Будет таять снег. Я думаю, что уже ничего не отремонтирует. Опять всё потечёт. Такой пессимистичный настрой у жителей из-за бездействия управляющей компании. Неоднократные обращения не приводят к результату. Личный приём в организации приостановлен из-за COVID-19. А по контактным номерам дозвониться невозможно. При содействии администрации городского округа Люберсу руководитель управляющих компаний «Мужеп» и «Жеусервис» Кирилл Архипов встретился с жителями, пострадавшими от затопления. По его словам, механические повреждения на крышах МКД произошли во время уборки снега и наледи. Они совершили одну ошибку, то, что поднялись на неё, что сделали это не со стороны фасада с вышки, а залезли на крышу, то, что повлекло протечки. Поэтому я как бы беру на себя полностью вину. Составляем акт по компенсации, делаем сметы. И на их выбор либо мы выплачиваем им через расчётный счёт, либо при предоставлении их чеков мы оплачиваем им их убытки. Выполнение этого обещания на контроле у администрации городского округа Люберцы. Также власти муниципалитета направили письмо в фонд капитального ремонта с просьбой досрочно включить пострадавшие дома в план этого года. Вообще, по данным многоквартирным домам, ремонт должен был начаться, это у нас 24-25 года. Но в связи вот именно с такой проблематикой и большим количеством обращений по подтоплению именно жилых помещений, администрации принято решение именно о переносе сроков и устранении данной проблемы. 8 февраля руководство управляющей компании проведёт общее собрание с собственниками квартир, попавших в зону подтопления. На встрече обсудят все вопросы, связанные с проведением ремонта и выплатой компенсаций.